Пасха святая продолжается, но Пасха для верующего человека, она всегда. Пасха для верующих вечная. Верующие люди всегда радуются. Ибо, как сказал наш дорогой Владыка Феогнус, кто не радуется, тот нехристианин. Поэтому, если у нас в сердце какие-то страдания, переживания, в душе у нас ком стоит, спазмы, это означает, что у нас очень плохо. И наше духовное состояние находится в тяжелом положении. Поэтому, у нас много инструментов, много рычагов исправить ситуацию. У нас много рычагов изменить свое состояние, не переживать, не волноваться, удалить спазмы в нашем сердце, удалить волнение. И что это за инструменты? Кротость, смирение, терпение, по возможности молчание, любовь к одиночеству, любовь к своей келье. И келья лечит. Келья монашеская лечит. И любая келья. Если ты в одиночестве сидишь в своей келье, читаешь книги, размышляешь о Боге, ты исцеляешься духовно. И тебе в одиночестве приходят особые благодатные чувства. Но когда мы... Радость и веселье надо различать. Радость и о Господе. А веселье это прыгание, скакание безудачное. Которое приносит духовный вред. И конечно же, вот вы видите сегодняшнее Евангелие, какое замечательное. Это очень известное подвеслование в этой купели, которая называется ВИФЕС. Да. В этой купели исцелялись люди. И кто же приходил туда? Да, больные, несчастные, хромые. Что же они олицетворяют? Они олицетворяют наш мир безбожный. Потому что они закостенели в своих грехах, больные всякими недугами. Вместо того, чтобы молиться, исповедаться, молиться, вести праведный образ жизни. Вот они собрались вокруг этой купели, чтобы исцелиться. Но там, вы видите, как Господь устроил тонко и мудро, что ангел, когда возмущал воду, после этого возмущения первый, кто залезал в эту воду, тот и исцелялся. А этот человек, который был в сухожилии, он был в нашему паралич, не мог ходить. Его привезли. Но мы с вами видим, конечно же, великую силу Божию, его могущество, его знание человеческой души. Он сразу определил, что этот человек долго мучился, долго страдает. И Господь его исцеляет одним словом. Но и говорит ему, не греши дальше. В противном случае, паки прежнего тяжелее тебе страдания будут ждать. Конечно же, мы должны просить у Господа пощады за все наши грехи, за все наши болезни, страдания. Просить пощады. Эти страдания нам посланы для вразумления, для испытания. Господь нас испытывает, как тот или другой человек себя поведет. Потому что многие из нас, мы ропщим, страдаем, обвиняем всех, только не себя. Но мы должны брать пример с преподобного Иева, многострадального. С каким смирением, с какой кротостью он принял и страшные болезни, и страшные, страшные карбы, которые послезли его семью. Мы должны следовать этому примеру. Проявлять во всех ситуациях терпение, смирение, кротость. Потому что Иоанн Златоуст сказал эти замечательные слова, мудрые слова. Слава Богу за все. Слава Богу за скорбь и за радость. Причастников поздравляем с принятием святых хрестовых камен. Предлагаем выслушить слова благодатства и молитвы. Слава тебе Богу! Слава тебе Богу! Слава тебе Богу! Слава Богу!